Глава пятая. Терапия радикального прощения. В истории Джилл нет ничего необычного. На самом деле, подобное могло бы произойти с любым человеком. После выхода в свет первого издания книги в 1997 году мне писали и звонили тысячи людей, которые говорили, что узнали в этом рассказе ситуацию из своей собственной жизни. Для многих читателей история моей сестры стала началом исцеления, как это произошло в случае самой Джилл. Поскольку это типичный случай проблем во взаимоотношениях, история Джилл может служить хорошим примером того, как можно использовать для решения совершенно заурядных проблем повседневной жизни радикальное прощение, которое является собой действенную альтернативу традиционной психотерапии и психологическим консультациям. Ныне этот метод известен как терапия радикального прощения. В этом есть что-то парадоксальное. Ибо важнейший принцип радикального прощения состоит в том, что, несмотря на все свидетельства в пользу обратного, никогда ничего плохого не происходит и менять ничего не нужно. О какой же терапии может идти речь? В конце концов, один из важнейших постулатов, лежащих в основе радикального прощения, таков. Все без исключения события нашей жизни происходят под божественным руководством, имеют определенную цель и служат нашему высшему благу. Но терапия по определению подразумевает, что что-то не так и требуется изменение. Отправляясь к терапевту, мы ждем, что он задаст себе три основных вопроса. Первое. Что неправильно в данном человеке или в данной ситуации? Второе. Что стало причиной такого положения вещей? И третье. Как можно решить создавшуюся проблему? Поскольку ни один из этих вопросов не совместим с радикальным прощением, как оно может быть терапевтическим средством? Мы найдем ответ на этот вопрос, рассмотрев, каким образом радикальное прощение помогло Джилл. Возможно, вы помните, что в самом начале истории о Джилл я действовал в соответствии с подразумеваемым соглашением с ней, что у нее есть проблема, что главной причиной этой проблемы является Джефф, и что единственной возможной реакцией на данную ситуацию может быть поиск решения. В течение некоторого времени я вместе с ней шел по этому традиционному пути. И я предложил другой подход, радикальное прощение, лишь тогда, когда увидел, что время для этого наступило. С этого момента я очень ясно давал понять своей сестре, что перевожу нашу беседу в совершенно другое русло и использую совершенно другой набор исходных допущений. Собственно говоря, я перешел к новому набору вопросов, а именно Первое. В чем совершенство ее ситуации? Второе. Каким образом это совершенство раскрывается? И третье. Каким образом Джилл может изменить свою точку зрения на ситуацию, чтобы у нее появилось желание увидеть в происходящем совершенство? Уверяю вас, что изначально Джилл даже в шутку не думала, что ситуация с Джеффом, а также предыдущая ситуация с бывшим мужем, могут нести в себе совершенство. На самом деле она считала самоочевидным, что все происшедшее плохо и неправильно, и большинство людей с ней согласились бы. Однако, как мы видели, исцеление пришло к моей сестре только после того, как она осознала, что фактически ни в одной ситуации нет ничего ни плохого, ни хорошего, что она никогда не была чьей-либо жертвой, и, наконец, что Джефф был отнюдь не врагом ей, но ангелом исцеления. Джилл начала понемногу осознавать, каким образом божественное руководство помогало ей избавиться от ложного мировосприятия и осознать свои ошибочные представления, которые на протяжении многих лет мешали ей проявить свое подлинное «я». С этой точки зрения все описанные ситуации, включая ситуацию с Джеффом, были дарами благодати. Таким образом, терапия радикального прощения является не столько терапией, сколько обучением. Терапевт, или инструктор, как я предпочитаю его называть, стремится не столько решить проблемы клиента, сколько просветить его. Радикальное прощение – это духовная философия, оказывающая практическое влияние на жизнь людей, поскольку дает им духовную точку зрения на мир. Взглянув на свою ситуацию с точки зрения радикального прощения, человек может эффективно преодолеть возникшие у него трудности. Божественный план не подлежит исправлению. Но на каждом этапе осуществления личного плана у человека всегда есть выбор. Радикальное прощение помогает людям изменить свою точку зрения на мир, чтобы затем делать выбор, основываясь на новом понимании действительности. История Джилл показывает, насколько непросто бывает совершить этот сдвиг восприятия. Несмотря на то, что у моей сестры были очевидные ключи к ситуации, она смогла открыться для понимания новой интерпретации происходящего лишь после длительных бесед со мной и острых приступов душевной боли. Особенно трудно ей было взглянуть с новой точки зрения на предполагаемую неверность ее бывшего мужа. Представьте себе, как трудно может быть внушить идею радикального прощения жертве Холокоста, недавно изнасилованной женщине или человеку, подвергшемуся жестоким издевательствам. И в самом деле, большая часть предварительной работы терапии радикального прощения направлена именно на то, чтобы добиться от человека желания допустить саму возможность, что в травмирующей ситуации присутствует совершенство. Только для того, чтобы добиться от клиента такой восприимчивости, в некоторых случаях требуется потратить немало времени и помочь ему отпустить много эмоций. И все же это возможно. Я могу сказать это с уверенностью, поскольку видел, как люди, пережившие самые ужасные ситуации, очень быстро осуществляли колоссальный сдвиг восприятия. Тем не менее, случается, что человеку так и не удается обрести восприимчивость к идеям радикального прощения. Некоторые люди просто не в силах преодолеть свое сознание жертвы. Те же, кто находят в себе силы хоть на миг увидеть в своей ситуации совершенство, обретают могущество, чтобы избавиться от сознания жертвы и освободиться. Джилл – одна из таких людей. Сестра по сей день живет вместе с Джеффом, и они оба счастливы. Именно в этом сила нашей работы, ибо, как мы увидим в следующих главах, отпуская сознание жертвы, человек обретает ключ к здоровью, личной силе и духовной эволюции. Наше пристрастие к архетипу жертвы насчитывает многие эпохи, но, вступая в эру Водолея, в следующий двухтысячелетний период духовной эволюции, нам нужно отпустить груз прошлого, освободиться от архетипа жертвы и научиться более осознанно жить в текущем моменте. Для этого требуется выполнить некоторые предварительные условия. Во-первых, обрести восприимчивость, необходимую для радикального прощения, можно только в том случае, если вы достаточно открыты, чтобы взглянуть на вещи с духовной точки зрения. Такая точка зрения не подразумевает и не исключает принадлежности к какой-то конкретной религии, но по меньшей мере требует веры в высшую силу или высший разум, и в то, что за покровом физического мира существует некая духовная реальность. Радикальное прощение несовместимо со строго атеистическим взглядом на жизнь, и терапия радикального прощения в этом случае не работает. Далее вы поймете, что для того, чтобы радикальное прощение стало вашей жизненной реальностью, нужно свыкнуться с идеей, что мы способны путешествовать в обоих мирах одновременно. При таком подходе можно объяснить радикальное прощение, не пугая никого Божьей карой и в то же время уважая религиозные убеждения всех верующих. Радикальное прощение можно объяснить в терминах, согласующихся с любой системой верований, чтобы каждый человек мог воспринять наши идеи, не испытывая внутреннего дискомфорта. Кроме того, основные положения терапии радикального прощения никоим образом не опираются на мистические или эзотерические идеи представления. Такие понятия, как подавление, отрицание и вытеснение, прочно вошли в психологическую теорию, а поэтому данные механизмы можно полностью объяснить научным языком. Однако следует особо отметить, что терапия радикального прощения не будет работать в комплексе с традиционной психотерапией и психологией. Слишком далеки друг от друга вопросы и допущения, лежащие в основе этих подходов. Любой психотерапевт, включающий терапию радикального прощения в свой рабочий арсенал, должен осознать разницу между нею и традиционной терапией. Тут необходимо чувствовать, кому из клиентов какой метод больше подходит, и внимательно следить за тем, чтобы не смешивать их. Терапия радикального прощения главным образом предназначена для людей, не страдающих никакими психическими расстройствами. Для тех, кому просто нужно разобраться в проблемах своей повседневной жизни. Однако, если человека мучают тяжелые проблемы и глубоко вытесненная боль, то его необходимо направить к квалифицированному психотерапевту, который также использует терапию радикального прощения. Технология радикального прощения обманчиво проста, но при этом удивительно эффективна в качестве терапии для души, для отдельных людей, целых групп, народов и даже стран. Например, мне приходилось проводить семинары для евреев и других народов, подвергшихся жестоким преследованиям, которые не могут отпустить свою коллективную боль. И я стал свидетелем удивительных сдвигов в их сознании. Они сумели отпустить коллективную боль и тем самым, полагаю, способствовали исцелению травм коллективного сознания своей группы, травм, насчитывающих многие поколения. Сейчас я использую свои методы для исцеления застарелой травмы, которая не дает покоя народу Австралии с тех самых пор, как 200 лет назад первые английские каторжники высадились на побережье этого континента и начали систематическое истребление коренного населения. Ныне белое население Австралии искренне хочет попросить прощения, а аборигены не менее искренне хотят простить, чтобы все жители континента могли стать единым народом. В опубликованной в Австралии книге «Примирение посредством радикального прощения» говорится, что только духовная технология, подобная радикальному прощению, может принести примирение народам континента, и австралийцам даны необходимые для этого инструменты. В будущем я намерен принести эти идеи в другие части света, где существует межнациональная рознь, включая США. Обучение и сертификацию по терапии и инструктажу радикального прощения можно получить через Институт радикального прощения, терапия и тренинг со штаб-квартиры в Атланте, штат Джорджия. Наши программы предназначены как для профессиональных психологов, которые желают пополнить свой арсенал методами радикального прощения, так и для непрофессионалов, которые просто хотят научить других людей, использовать радикальное прощение для решения повседневных проблем. Даже для бизнеса радикальное прощение оказалось очень действенной технологией. С помощью наших методов можно найти, где в организации блокируется энергия и отпустить ее. Нередко это приводит к впечатляющему росту прибыльности компании. Поэтому ныне в нашем институте обучается немало бизнес-консультантов. Более подробную информацию вы можете найти в интернете по адресу www.radicalforgiveness.com Продолжение следует... Продолжение следует...